Это и реорганизация, мы постоянно совершенствуемся, и поэтому по работе видно, когда какие-то изменения вынести. Вот допустим, мы сейчас объединили ЖКХ, комитет по ЖКХ и комитет по строительству, два основного и инструктора. Потому что очень много вопросов, которые перепытаются. Допустим, двор благоустраивает эти вопросы ЖКХ, а строительство дороги рядом, это вопрос строительства. Поэтому и конкурсы и так далее, они все перепытаются, и правительство Московской области это уже сделано. Потом мы ввели отдел по муниципальному контролю. Тоже я считаю, что это необходимо, мы должны контролировать все, что здесь, наши решения, и как они проводятся в жизни, как говорится, и должны быть, конечно, контроль осуществлять. Поэтому создано отдел по муниципальному контролю. Были вопросы к заместителям, кадровые перестановки сделаны, потому что это тоже процесс нормальный. И уже не в первый раз, когда приходится менять заместителя, назначать новых, потому что я тоже считаю, что другие, наверное, справятся лучше. Потому что кто-то может быть устал, у кого-то, по моему мнению, и по мнению населения, кстати, мы проводили опрос общественного мнения, там есть претензии к заместителям, поэтому эти перестановки встречаются. Я думаю, что это тоже нормально, это плановая работа. Надеюсь, что мы с назначены, все справятся, как работа лучше. Они назначены с испытательными сроками? Естественно. Сейчас и по закону мы должны до 3 месяца испытательный срок для любого руководителя, который приходит. Для любого руководителя, для любого чиновника, как мы называем, да, или там работник по администрации, который приходит, он назначен до 3 месяца испытательный срок. Поэтому посмотрим, как справиться. Если оправдают доверие народа, то тогда, значит, будут работать дальше. Значит, нам с вами по пути. Потому что все, что делается, делается, и мы работаем. Для людей, на людей. Вот они люди для нас. Поэтому здесь это же понятно, что должно так быть. Вот поэтому кто-то, если не справляется, нам с такими людьми не попадет. Ну, заставите новых ваших заместителей. Можете назвать? Конечно, могу назвать. Значит, по строительству и вопросам ЖКХ. Назначен заместитель, заместителем Воробьев Андрей Анатольевич. Вот это человек, который профессионально занимается строительством, знает эту работу доисканально. Я надеюсь, что, кроме знаний, он еще принадлежит свои силы к тому, чтобы сделать положительные изменения. Потому что вопросов очень много, да, к работе. И хотелось бы, чтобы молодцы, эта работа справились. И вторым заместителем, то, что касается экономики, назначен Загиев Владимир Захарович. Он тоже, как говорится, очень опытный сотрудник. Он и 9 лет работал на ранней его администрации Солошнегурского района. Он наш житель. То есть, они его наши жители. Поэтому я тоже надеюсь, что он с этой работой справится. У них очень хороший положительный настрой на работу. И поэтому я думаю, что это в положительную сторону сыграет работу администрации в целом.